То, что мы находимся за рубежом, не снижает риски. То должно произойти так, чтобы эти риски не сильно отпугивали людей. За что я должен испытывать чувство стыда? За то, что просто я русский или имею российский паспорт? Большинство людей не готовы бороться за мир, готовы тихо терпеть насилие. Это каждый день борьба за выживание. Всем привет! Это проект «Продолжение следует люди» и сегодня мы разговариваем с соратником Алексея Навального и директором ФБК Иваном Ждановым. Ну а прежде чем мы поговорим с Иваном, я напомню, что наш проект – это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Вы можете поддержать нас на сервисах Patreon и Boosty. И еще у нас есть криптокошельки с длинными названиями. Но все ссылки и все длинные названия в том числе есть в описании этого видео. Привет, Иван! Приветствую вас! Очень рад вас видеть. Это взаимно. Мы вчера говорили с нашими юными коллегами, которые лет на 10 нас помладше, и внезапно я услышала, когда они узнали, что мы будем разговаривать с Иваном Ждановым, я услышала от них такую фразу – «Булочка с корицей». Я сначала не поняла, вот честно, я не поняла, о чем речь. Но они мне объяснили, что оказывается, да, что тебя очень любят. Особенно юные девушки по ТикТоке и так называют. Я уж никак не думал, что с этого начнется интервью. Это действительно правда. Я не знаю совершенно, почему меня назвали «Булочкой корицы» в ТикТоке, но, тем не менее, оно как-то прижилось. Там есть хэштег какой-то, который живет своей жизнью. Там чаты какие-то безумные, все вот это вот. Честно говоря, мне это странно, потому что периодически я встречаю людей, «О, булочка с корицей». Но, тем не менее, если молодежи нравится, то пускай так будет. Ты же делаешь даже репосты этих роликов, да? Ну, это весело, конечно, в эту игру весело играть. Но на самом деле это просто завоевание какой-то молодежной аудитории. Они общаются этим языком, им это понятно, им хочется дать какое-то очень милое, доброе название тому человеку, который им нравится. Ну, почему нет? В эту игру достаточно забавно играть. Ты считаешь себя рок-звездой? Нет, абсолютно. Ну, я понимаю, что политики, я часто слышал эту фразу, политики — это новые рок-звезды, но мы не в тех условиях, чтобы политик, и он-то наслаждался какой-то минутой славы. Политика стала тяжелой работой, гораздо тяжелее, чем это было, там, 12-15 лет назад. То есть 15 лет назад это было. Ты модный такой чувачок, ходишь с айпедиком или с чем-нибудь таким, тебя все любят, тебя все поддерживают, и ты меньше чем... Ну, рисков гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас все понимают, что это такая тяжелая борьба, тяжелая вплоть до того, что тебя сажают, тебя пытаются убить, тебя выдавливают из страны и так далее, и так далее. Поэтому тут вряд ли можно назвать человека, который сейчас занимается политикой, рок-звездой. Но это то, как ты видишь ситуацию. А вот те подростки, которые сидят в ТикТоке, для них ты реально рок-звезда. И они, возможно, не понимают той степени риска, на которую приходится идти современным политикам. Насколько вы видите в ребятах, которым сейчас 13-15 лет, свой политический капитал? И как вы с ними собираетесь взаимодействовать вообще? Конечно, нужно понимать, что каждый год несколько миллионов молодых людей вступают в тот возраст, когда они интересуются политикой какой-либо. И мы это очень хорошо заметили. Вот начиная, там, я с ФБК работаю с 2014 года. Вот за это только время несколько поколений людей, они сменились. И каждому новому поколению ты рассказываешь все как будто бы заново. Уже там те люди, которые помнят фильм «Чайка» или помнят какие-то расследования, я не говорю даже про расследование Алексея Навального, там, про ВТБ, Костиной, его блог, они-то уже перешли совершенно в другую лигу. Они также интересуются политикой, но они взрослые, с детьми, у них другая жизнь, а в политику вошли совершенно новые аудитории, которая там вошла в политику, только увидев фильм про дворец Путина. Они не помнят фильм «Он вам не Димон». Они новые абсолютно люди, и даже старые расследования, которые мы достаем, показываем, рассказываем, им интересно, они говорят «Вау, ну ничего себе про «Чайку», про генерального прокурора, который фактически связан с криминальными убийствами. Для них все это абсолютно новое. И, конечно, им тоже нужно рассказывать, и, конечно, их тоже нужно вовлекать, чтобы они с этого возраста понимали вообще, как все устроено, понимали, как правильно, понимали, что такое хорошо, что такое плохо. Это просто простые вещи, которые можно доносить, в том числе при помощи ТикТока, Инстаграма. «Слушай, твой отец находится в колонии по уголовному делу, которое совершенно очевидно, адресатом которого совершенно очевидно был, наверное, ты, твоя деятельность, да? Когда ты работаешь в ФБК, когда ты выпускаешь ролики, когда ты, собственно говоря, занимаешься этой деятельностью, насколько тебя сдерживает тот факт, что твой отец находится сейчас там, в тюрьме, и что его ситуация может стать хуже? Из-за того, что и как ты скажешь здесь? Ненасколько, потому что это отношения, как держат пленника, понятно, что их требования, как раз, если ты держишь пленника, как раз требования снизить риторику, снизить градус риторики, что-то не говорить, вот чтобы я был мягче, аккуратней, это идти на поводу вот этой силы, которая действует нечестными методами, которая захватывает людей, которые пытаются убить. Именно поэтому я себя часто ловлю наоборот. Вначале, первое время ловил, а не слишком ли я тут мягко сказал? Потому что не слишком ли я там оборачиваюсь? Нет ли такого? И моя риторика была жестче, чем я бы сказал это в другой бы ситуации. Я себя ловил на этом, потому что это меня скорее злит, это меня выводит, но ни на какие там уступки, компромиссы, сделку с совестью я не пойду абсолютно точно, потому что я понимаю, ты политик, ты пошел в политику, ты должен отвечать за себя, за своих родственников, за людей, которых ты выводишь на улицы, ты отвечаешь тем, что ты выбрал этот путь, ты говоришь то, что ты действительно думаешь. И если ты вот сейчас тут оступишься, будешь говорить не то, так мне же отец то же самое скажет. Ну а ты чего вообще? Зачем все это нужно тогда, если ты пошел по этому пути? Я думаю, что множество сторонников бы это сказало, поэтому это будет просто нечестно. Но неужели у тебя нет страха за отца? У меня есть чувство ответственности, что я отвечаю за ситуацию, которая сложилась. Это отличие отличается от чувства вины. Вот вина, это значит, ты виноват, ты что-то не так сделал. Нет, виновата государство, виноват Путин, который сажает родственников. Ответственность заключается в том, что я понимаю, что это происходит, и я хочу от этого избавиться. Я хочу, чтобы это прекратилось. Для того, чтобы это прекратилось, с моим отцом, с огромным количеством активистов, которые сидят, с моими коллегами, с моим непосредственным руководителем Алексеем Навальным, для того, чтобы это прекратилось, нужно действовать и делать больше в информационном плане, в плане проектов. Это будет гораздо эффективнее, чем сидеть, запереться дома в квартире и бояться чего-то. Нет, так не пойдет. А если отмотать в то время, когда еще отец был на свободе, что бы ты сделал иначе, что позволило бы ему избежать тюрьмы? Я бы вывезли вас в границу. Это совершенно очевидно, что я просто это не просчитал. Мне казалось, что уровень рисков такой, что вот сейчас сажают. Мы достаточно это хорошо понимали. Вот сейчас сажают Алексея Навального, вот потом идут по руководителям, потом идут по координаторам, потом идут по активистам. Именно когда мы вывозили людей из страны каких-то, мы понимали, что вот у конкретного человека есть персональный риск, его нужно срочно вывезти. И мы занимались им, вывозили, куда это было возможно, в каких условиях. Это совершенно разные ситуации. Я не мог предположить и я не мог просчитать, что они придут непосредственно за отцом. Это было для меня не ошибочно. Это моя ошибка, которую потенциально можно было бы просчитать, но казалось, что это какой-то совсем запредельный уровень безумия, хотя Олега же Навального посадили, брата Алексея Навального. Та же самая ситуация. Наверное, можно было предположить, но я думал, ну я далеко до Алексея Навального, куда мне, со мной такое не произойдет. Тем не менее, наверное, эти риски нужно теперь учитывать всем более-менее видным активистам, кто уехал, у кого родственники остались в России. Он бывший военный у тебя. Да. У тебя была возможность с ним поговорить про войну в Украине? Что он по этому поводу думает? Он совершенно понимает, что происходит, он в курсе новостей, он понимает, кто на кого напал. Для него это не сюрприз, мы это обсуждали и до войны, совершенно четкое понимание о том, что война начнется, о том, почему она происходит. я думаю, что он даже лучше понимает, потому что он сам полковник. Война началась, потому что вот эти вот генералы, которые сейчас сидят, они же мыслят советским прошлым. Он прошел всю эту советскую армию, он прекрасно понимает, что у них в головах. У них в головах восстановить эту империю, восстановить Советский Союз, когда у них было мороженое по пять копеек и все было хорошо. И они мыслят вот этой категории, когда они стареют, они немножечко начинают сходить с ума. Они живут в их своем мире, в котором вроде бы все логично, так вот нет никакой Украины, нет никаких украинцев, их нужно просто захватить. Это наша территория, Одесса это вообще Екатерина II великая основала город. Это все наше, вот это все нужно восстановить. Эта логика в их головах, сумасшедших для нас, она совершенно понятна. Поэтому для него тут тоже никакого удивительного сюрприза, то, что происходит, не произошло. Это логичное развитие сумасшествия вот этих генералов. Он сам, ну, примерно того же возраста, то есть основная часть его жизни и карьеры прошла в советское время. В нем вот этого нет, ностальгии по Советскому Союзу, потому что нет никакой Украины, вот таких идей. В нем абсолютно этого нет. И тем более он военный, опять же. Он немного отличается от военных, потому что он много времени служил за рубежом в Венгрии. И я думаю, что это тоже немножечко сказалось. Потом, в 90-е годы, когда есть нечего, было в прямом смысле слова, меня отправили в Одессу жить, потому что, ну, просто в Москве было тяжело, тяжело выживать. И это, конечно, все сказалось. Он отлично помнит эти очереди, как добывали там кефирчик для того, чтобы ребенка покормить и прочее. За мешком картошки ездили куда-то выкапывать или где-то ее выкапывать, работать. Я помню, мы в Одессе даже, мы собирали помидоры для того, чтобы нам дали потом часть этих помидоров, потому что нужно было как-то выживать, нужно было что-то есть. И он все отлично это помнит. Никакой ностальгии, просто ноль по советскому прошлому. У него, я не знаю, почему так получилось. Так вроде сложилось. Ну да, я спрашиваю, потому что удивительно, кажется, что люди прошли примерно такие же вещи. Ваша семья не единственная, кто там собирал помидоры, чтобы заработать каких-то денег. Многие это все помнят. Но как-то странно, что одни ностальгируют, другие нет. Я думаю, что дело во многом в образовании, восприятии, то, что читали люди, какие книги, какие газеты. У него был доступ к архивам, доступ к литературе, к которой не было доступа у советских людей. У него свободный венгерский язык, поэтому, будучи, находясь на Западе, проходя службу там, я думаю, что это оказывает сильное влияние потом на дальнейшую жизнь. Ты переписываешься с Навальным, естественно, очевидно, наверное, есть связь. Интересно, о чем ты написал ему в твоем последнем письме по времени? Это совершенно какие-то вопросы, которые связаны с проектами. Дело в том, что если Алексей находится в заключении долгое время, то у него рождается огромное количество идей. Исполнять ее нужно, конечно, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией. И поэтому все его новые идеи, они там как лавина. Их много достаточно. Он просит отбирать какие-то идеи, которые дельные, которые рабочие, которые не рабочие. И последнее его письмо касалось... Ну, во-первых, он попросил изучить новые правила внутреннего распорядка в колониях какие-то, посмотреть какие-то закупки. Вот это совершенно практические вещи. Я вот не могу сказать про конкретно последнее письмо, потому что там проекты, которые мы еще не запустили. Но я могу сказать, что его очень интересует там проект цен, подорожание цен. Он там следит за ценами в ларьке, и он понимает, что это важнейшая проблема, которая сейчас возникнет. Это подорожание продуктов. Ну, она уже возникла. Какая там ситуация с тюремным ларьком? Они уже подорожали, продукты? Продукты подорожали, и он это тоже видит. Мы просим мониторить цены, мы мониторим на своем сайте, и он, конечно, в деталях интересуется именно социальными проблемами. Мы рассказываем все это. Он интересуется сводками военными, мы передаем, что происходит. Ну, то, что мы рассказываем в утренних новостях каждый день, мы все передаем и все рассказываем, потому что ему прямо интересно все это в подробности. А расскажи, как это технически выглядит? То есть вы садитесь и от руки пишете письмо, запечатываете, идете на почту, отправляете туда. Я просто никогда не писала письма в тюрьму. И это все доставляется без купюр. Как вы убеждаетесь в этом? Тут несколько способов. Есть способ это через электронные письма, есть способ... через записки, которые вы, наверное, видели один раз, она в медузу попадала, эта записка вот как от его руки. Это доставляется там через адвокатов, через какие-то ходатайства. Не прямо каждый день эта переписка не происходит вот прямо day to day, но периодически такая возможность есть, прежде всего из-за того, что адвокатов пока пускают к нему, периодически возникают проблемы, но это все технические вопросы, которые легко решаются на самом деле. А эмоционально команда как-то его поддерживает? Ты говоришь только про рабочие дела, рабочие проекты, может быть, приведешь несколько примеров, о чем вы еще ему пишете? Эмоционально поддерживает Алексей нас гораздо больше и постоянно пишет не унывать, и то, что он пишет всегда публично, там, типа, ну вот это мы легко обойдем, сейчас вот такие проблемы, ну давайте двигаться дальше, давайте запустим это, это, это эмоционально, но его больше всего поддерживают какие-то истории, которые реально происходят, он любил же, обожает читать Facebook, какие-то фейсбучные истории, кто что написал, это достаточно интересно, передать твиты, у кого больше больше твитов, у кого больше лайков, его все эти детали интересуют и его воодушевляет реально большое количество просмотров. Как ты отвечаешь на вопрос, почему у него больше, как ты сам сказал, энергии, которой он еще делится с вами, при том, что он находится в изоляции и власть делает все, чтобы его сломать? Тяжелые условия заставляют бороться, заставляет, наверное, мозг работать таким образом, что ты концентрируешься на борьбе с этим, ты не можешь дать слабину, если ты чуть-чуть где-то расслабился, то тебе становится невыносимо тяжело. Мы в каких-то более легких условиях, при том, что у нас достаточно напряженная работа, но тем не менее, конечно, работа, с учетом того, что есть возможность выйти погулять, есть возможность увидеть семью, это легче. И тут в какой-то момент, естественно, мы достаточно много людей вывезли, у нас много людей работают, у кого-то начинается депрессия, тяжело, а вот мы сейчас что-то не получается, а вот когда это получится, нет быстрого результата, нет вообще сейчас какой-то видимой прямо цели, что мы прямо сейчас ее достигнем. У кого-то может начаться расстройство, депрессия, совершенно понятно, у Алексея это каждый день борьба за выживание, каждый день он находится в ситуации концентрационного лагеря в прямом практически смысле слова, и если ты тут расслабишься, если ты тут наверное падешь духом, мне кажется, это будет в разы тяжелее, чем сохранять вот эту постоянную эмоциональную заряженность, которой можно и поделиться. Про условия концлагеря я хочу просто уточнить, может быть, есть что-то, какие-то последние новости про условия, то есть мы читали, что ужесточали условия, не давали спать, еще что-то, придирались ко всяким новачам, что сейчас происходит? Это постоянно, я так понимаю, это постоянно меняется, он не любит прям делиться такими проблемами, что вот мне сейчас плохо, поэтому описывает это гораздо реже, но со слов адвокатов понятно, что сейчас это особая такая территория в рамках тюрьмы, ему необходимо 8 часов отрабатывать у швейного станка за очень низенькой табуреткой с очень плохим освещением, соответственно, это все сказывается, ну, тут часто просидеть с выпрямленной спиной тяжело, а если 8 часов монотонная работа на очень низенькой табуретке, а все мы знаем, что Алексей высокого роста и что у него были проблемы со спиной, это очень тяжело, и это создает какие-то дополнительные проблемы, то, что ему нужно отработать эти 8 часов, а потом приходит адвокат, а ему говорят после встречи с адвокатом, а вы теперь должны идти и дорабатывать эти 8 часов, или наоборот, он пошел на встречу с адвокатом, а в это время телефонные звонки проходили, ну, все, теперь для вас телефонные звонки недоступны, очень много мелочей и подлостей, которые может совершать администрация колонии, огромное количество, вплоть до взысканий по совершенно безумным поводам, что там пошел умываться в майке, ну, безумие абсолютно, поэтому это жизнь в рамках постоянного стресса, давления, но еще сказывающиеся на здоровье, я думаю, что самое правильное, конечно, когда он пишет о своей ситуации, о своем положении, поэтому мне немного неправильно комментировать, но ситуация бывает очень тяжелая иногда, которая прямо влияет на его здоровье, бывает чуть полегче, но потом это так волнами, не постоянно, тяжелее, чуть легче, но все равно это условия концлагеря. Ну и все равно он сохраняет, как ты сказал, вот эту бурную активность, которую передает еще и вам. Ну все равно у него есть множество идей, невозможно убить мозг в человеке, если ты не убиваешь его физически, мозг у Алексея работает отлично и постоянно генерирует что-то новое и умеет сопротивляться этим тяжелым. То есть в нем надежды гораздо больше, чем в тех его соратниках, кто на свободе? Ну возвращаясь к тому, что ты говорил до этого. Я думаю, что у него уверенности в своей правоте огромное количество, которым он может делиться. Больше, меньше, ну тут огромное количество людей, которые продолжают сражаться с властью. У кого-то может еще больше мотивация злости, у кого-то меньше. Ну тут средняя температура по больнице у него, для борьбы всего, всех его усилий, бодрости и идей хватает для того, чтобы бороться. А мог бы ты описать, как один из ближайших его соратников, вот находясь сейчас там, в чем является смысл этой борьбы, когда он там в застенках, и насколько эта борьба эффективна, насколько она приносит результаты. Алексей Навальный безусловно является сейчас мировым политиком и главным абонентом Владимира Путина. Он тот человек, который все прекрасно понимают, что Путин его боится. Путин боится реально его на свободе. Именно поэтому он держит его в заключении. смысл любой тюрьмы заключается в том, чтобы изолировать его от доступа к слову, изолировать его от того, чтобы он мог общаться со своими соратниками, со своими сторонниками. В этом смысл тюрьмы. Лишить его возможности поступающей информации, передавать информацию, это самое главное. Этого Путин не лишил Алексея Навального. Он продолжает писать, когда считает нужным, что необходимо что-то написать по теме. Он продолжает говорить, он продолжает обращаться к своим сторонникам, говорить, что правильно в этой ситуации свою позицию доносить и оставаться мировым политиком. Там любое его слово, оно цитируется в мировых изданиях. Это крайне важно. Это информационная работа, это то, что позволяет нахождение в тюрьме, позволяет ему говорить правду, как она есть. Вот он может написать, что это война, а человек на свободе, находясь, в России. Ему сейчас тяжело это сделать, потому что он может попасть в тюрьму, если он назовет войну войной. Алексей это может делать, называть вещи своими именами. То есть эффективность его, или, скажем так, дальнобойность его высказываний, она возросла, получается, с твоих слов, когда он оказался в тюрьме. Конечно. Был ли смысл тогда, по-твоему, для его соратников так же оставаться или приехать в Россию, как это сделали Яшин или Икар Мурза? Безусловно, очень важно, чтобы не только ты находился в тюрьме, а еще, чтобы много людей работало и продолжало делать какое-то дело, непосредственно то, что ты начинаешь и то, что ты продолжаешь. В этом плане я очень рассчитываю, что Яшин и Крамурза озаботились этим, и у них останется какая-то команда. Люди, которые продолжат писать, контактировать с адвокатами, продолжат эту коммуникацию, иначе очень легко оказаться в реальной изоляции с той целью, с которой добивается власть. Вот я, честно говоря, вот вижу мало постов от Крамурзы, мало слышно о том, что с ним происходит. Вот это тяжелая ситуация. Нужно, конечно, говорить о политзаключенных, но очень хорошо, чтобы оставалась какая-то группа, которая продолжала их дело. И в этом плане, конечно же, люди, сотрудники фонда борьбы с коррупцией, они продолжают расследование, информационную работу, проектную работу, которую начинал Алексей Навальный, и, конечно же, это важно. Ну, кейс Крамурзы, он все-таки отличается от кейса Алексея Навального, в том числе по степени влияния, это несопоставимые все-таки фигуры, несмотря на все уважение к Владимиру Крамурзе. И мне кажется, что его поступок, он в большей степени от того, что ты не можешь как-то иначе, что ты понимаешь, что ты должен находиться в своей стране, ты не можешь не называть войну войной, это как бы для тебя дело чести, вот поступить так, как поступил Крамурза. Были ли у вас внутри команды какие-то разговоры о том, что вот нет, мы останемся все-таки в России, нет, мы должны продолжать борьбу здесь, здесь наша аудитория, здесь люди, которые нам верят, и как бы было бы правильно с этими людьми, которых мы призываем выйти на улицы, находиться где-то на одной территории? У нас есть люди, которые для себя решили, что они останутся координатором штабов Навального, Лилия Чанышева, Ксюша Фадеева, Останин, и ряд людей, которые сейчас кто-то находится в СИЗО, кто-то находится под домашним арестом, понятно, абсолютно понятно, что любой член команды Навального, занимающий какую-то там высокую должность, если он находится в России, он находится в тюрьме. Для кого-то это был выбор, что они остались. Вот Лилия Чанышева, она сейчас находится в СИЗО, и сложно сказать, ну вот сейчас она переменила бы свое мнение или нет. Я думаю, что она также бы сказала, что я остаюсь, потому что вот я считаю, что это важно. Кто-то выбрал для себя другой путь и сказал, что сейчас важно работать, продолжать эту работу, потому что никто ее за меня не сделает, потому что, да, кто-то из нас может сесть сейчас, но огромное количество дел, ну, во-первых, это будет и нагрузка, и на родственников, и на команду, и на других, огромное количество дел, которые необходимо сделать. Это просто будет эффективней. И решая вопрос между эффективностью и нахождением в тюрьме, кто-то сделал такой выбор, кто-то другой, тут каждый должен принять решение для себя. Это какие-то, реально, мы не можем морально вот так сидеть и говорить, а ты поступил правильно, или ты поступил неправильно. Огромное количество обстоятельств, это жизнь у каждого на своем. А для тебя этот выбор был сложным? Для меня этот выбор, безусловно, был сложен, и в какой-то момент я думал, что, а может, мне необходимо прямо сейчас вернуться, и тогда отца отпустят. Совершенно через какое-то понятное время, там, не буду говорить, как, но совершенно стало понятно, что отца не отпустят, что это такой способ, который они... Обмена не будет, в смысле, тебя на него. Обмена не будет, мы просто будем сидеть вдвоем. А ты вот, была информация какая-то по этому поводу, да, то есть инсайдерская? Это достаточно ясно мне дали понять, что, ну, типа, их совершенно не интересует, там, моя судьба или что-то, это такая, это способ, это месть за вполне понятные вещи. Они отомстили понятно за что. А ты был бы готов сказать об этом, объявить даже об этом обмене публично, что я вот, Владимир Путин, я предлагаю вам этот обмен. Давайте обменяемся. Ну, легко. Вот сейчас выпустят отца, вы выпускаете, пускай он выходит, ну, сажайте, давайте. Ты поешь на это? Ну, почему нет? Конечно. Мне кажется, это честно, ну, типа, это честный поступок. Но тебе при этом грозит до 30 лет, как ты вначале сказал. Ну, грозит. Так, еще раз, то, что мы находимся здесь, за рубежом, это чуть не снижает риски. Вы понимаете, ну, Леонида Волкова, там, вчера включили список террористов прямых. Что делать с террористами, мы прекрасно понимаем, как действует власть с террористами. Понятно, что это список таких главных злодеев, это в любом государстве список террористов, это список людей на уничтожение. Ну, это там, в Израиле так делают, Соединенные Штаты, список террористов, это вот Бен Ладен, которого нужно уничтожить где угодно. То же самое это для России. То есть, это не какой-то такой, а вы знаете, вы отключили список, давайте посмеемся. Нет, это реальная угроза для его жизни. Поэтому не нужно воспринимать эту жизнь, при том, что люди продолжают борьбу, как что-то, о, давайте расслабимся и ничего не будет. Ну, вот они так хорошо живут, вот у них классная жизнь, поэтому, что мы их будем слушать, они где-то далеко за рубежом. Мы российские политики, мы продолжаем действовать в рамках российского информационного поля. Мы никуда оттуда не выходили, мы не живем зарубежной какой-то жизнью, мы остаемся в России полностью. Была ли у команды Навального хоть какая-то возможность продолжать свою деятельность в России? Все-таки огромная поддержка, тысяч людей, и всех не пересажаешь, всех членов вашей команды? Нет, это исключено, потому что мы много раз видели, как расправляются с организациями, которые они признают экстремистскими. Посадить для них 100 человек, 500 человек не составляет проблемы, при этом мы же совершенно такая структура, близкая к корпоративной структуре, у которой есть понятные руководители, понятные департаменты, понятные отделы, руководители этих отделов, и понятно, как эту структуру уничтожать и делать совершенно неэффективной. Это не просто компания сторонников, которые приходят где-то, собираются в парке и обсудили, приняли резолюцию о том, что Путин кровавый диктатор, разошлись. Это другая организация, построенная по профессиональному принципу, где есть отдел дизайна, отдел видеопродакшена, отдел социологии, другие отделы, это другая эффективность работы. Естественно, оставаясь в России такую структуру легальную, которая всегда работала, имела офис в Москве, который, окей, каждый месяц туда приходили с обыском, изымали всю нашу видеотехнику, но это можно было работать, с этим можно было как-то продолжать жить. Но когда у тебя сажают все, ну, ФБК, это 30 человек, верхушка всей нашей организации, посадили 30 человек, организация в целом прекратила свою деятельность. Она не прекратила существование, она будет экстремистская, там, может, мы малявы могли бы друг другу в тюрьме писать, но о деятельности говорить не приходилось бы. Так было, что почти у всех расследований, которые вы делали, были миллионы просмотров на YouTube, был огромнейший охват, огромнейшая популярность, и многие люди с этим, многие люди всячески поддерживали деятельность, деятельность фонда борьбы с коррупцией. И несколько раз, когда команда ФБК после этого призывала людей к активным действиям, мы видели волны, да, компаний в интернете, когда тысячи, сотни тысяч людей подписывались, и было ощущение, что сейчас онлайн перейдет в оффлайн. Но этого не происходило, этого не произошло даже после таких крупнейших расследований, как «Он вам не Димон» и про дворец в Блинжике. Да, там были тысячи, но это не были сотни тысяч людей. Почему так получалось? Не соглашусь. Кардинально не соглашусь, потому что 2017 год, 26 марта, я думаю, что до 26 марта, до этой всероссийской акции протеста, вообще кто-то вряд ли мог себе представить, что протесты могут происходить в таких городах, как Киров, Тверь, Рязань, по всей России, в Екатеринбурге, в Новосибирске, одновременно по всей России. Это, безусловно, новый этап протестной истории России, потому что до этого протестовала только Москва, иногда Санкт-Петербург по политическим чисто вопросам. Мы не помним, чтобы во время Болотной площади выходила вся Россия. Вся Россия находилась в тишине, и все, те, кто хотел очень попротестовать, они ехали в Москву. Потом мы видели в течение многих лет, мы видели, что выходит именно вся Россия, иногда даже гораздо активнее, чем Москва. И тут, если исчислять, я не знаю, но сотни тысяч на некоторых митингах у нас точно набирались, сотни тысяч людей. Да, это мирные акции протеста, да, их в итоге, в конечном итоге подавляли. Людей запугивали, штрафовали, отменяли вообще возможность выходить. Конечно, страх работает. Вот эта репрессивная машина, она работает, и цена каждому выходящему человеку на улицу, она была все выше и выше и выше. И те, сколько там задержали, 18 тысяч человек с момента начала вот этого активного этапа войны. Понятно, что это эти люди, которые стоят десятка, а может сотен людей, которые поддерживают, но боятся выйти на улицу, боятся сказать слово, потому что, ну понятно, сейчас это связано с огромным количеством рисков. Поэтому, безусловно, количество вот сторонников, количество людей, которые понимают больше о том, что происходит, оно росло постоянно, в этом наша задача. Что касается количества людей, выходящих, безусловно, людей просто запугали до такой степени, что сейчас просто митингов нет, они запрещены тотально. Понятно, что в этих условиях выходить гораздо тяжелее, но даже в этих условиях люди продолжают бороться, выходить на пикеты, их задерживают, и все равно они выходят. Очень много мы случаев знаем. А как ты думаешь, что должно произойти так, чтобы эти риски быть арестованным, задержанным, получить штраф? Не сильно отпугивали людей, и их идеалы и идеи были важнее вот этого страха и этих рисков? Мне кажется, что каждый раз, когда мы готовили митинги, мы не знали, сколько людей выйдет. Это какая-то совершенно загадочная эмоциональная вещь. Мы думаем, что людей выйдет очень много. Выходит наоборот, 10 тысяч человек, что круто, тоже, но это недостаточно такой массовый протест. В какой-то день мы думали, кто пойдет на Сахарова, а там заполняется 60-70 тысяч человек. Это совершенно какая-то вещь, которая не поддается четкому математическому анализу. Это эмоциональная вещь. Я не знаю, какой эмоциональный повод должен произойти, чтобы огромное количество людей вышло на улицу. Мы видели в Хабаровске, кто вообще мог ожидать, что из-за того, что посадили губернатора Фургала, выйдет целый Хабаровск защищать губернатора. Это невозможно было представить. В ШИСе, что целый год продержатся против складирования мусора на территории их региона. Невозможно было себе представить. Я думаю, что это что-то, что очень сильно цепляет внутри людей, что их обижает, унижает. Что может стать таким поводом? Мне бы хотелось узнать. Конечно, я думал, что буча это, безусловно, та ситуация, которая выведет людей и разозлит, заставит их выйти, потому что что-то более ужасного придумать сложно. Но, возможно, какие-то менее ужасные, менее жуткие поводы могут стать тем эмоциональным триггером, когда человек скажет, да мне плевать на камеры, на автозаки, и вот такой единый массовый порыв эмоциональный, когда они пересилят себе страх. Я уверен, что это происходит как-то одновременно, вот какой-то такой эмоциональной связи, эмоциональной реакции, мы обязательно это еще увидим. Но ты занимаешься политикой 10 лет, какие-то гипотезы должны быть, что это может быть, что может быть таким триггером? Да, вы помните, когда убили болельщика Спартака, в Москве на Манежную площадь огромное количество людей вышло. Вот может быть произойти что-то совершенно, я не знаю, какая-то вещь, повышение пенсионного возраста, оно задело очень многих. Эмоционально задело. Не вышли, не вышли. Люди выходили на улицах, люди в основном, та аудитория, которая раньше не выходила, люди предпенсионного возраста, их это разозлило, и мы даже до сих пор видим по социологии, что повышение пенсионного возраста это то, за что очень многие люди подписываются, что это необходимо отменить и вернуться к прежнему пенсионному возрасту. Я не знаю, ну вот, не знаю, что вот конкретно должно стать поводом. Вань, ты сказал, что у тебя было ощущение, что вот после Бучи, что Буча станет последней каплей для россиян, и они, конечно же, здесь взорвутся. Но, если я не ошибаюсь, после фильма про дворец Путина были точно такие, ожидания. И реакция на то, что Навального возьмут и арестуют, тоже могла быть очень мощной, но в одном из этих случаев этого не произошло. На какие мысли тебя наводят эти три истории, когда ожидания были огромные, и масштаб содеянного настолько, настолько, ужасен, а выхлопа никакого нет. Совершенно разные случаи. Во-первых, когда Алексей Навальный возвращался в Москву, я напомню, что происходило. Огромное количество людей приехало его встречать в аэропорт, но власть реагировала таким образом, что вплоть до того, что перекрывало Ленинградское шоссе, для того, чтобы сторонники не могли приехать встречать его в Шереметьево. А когда во время суда его сажали, я напомню, что вплоть до того, что станции метро закрывали, и там такое количество войск национальной гвардии вводили в Москву, что просто людей уже на каком-то суде они выходили из метро и просто сажали в автозак. И сказать, и естественно, в этих условиях все равно выходило десятки тысяч людей. Я могу абсолютно точно сказать, что это герои, и что это протест достаточно массовый, но власть его поддавила совершенно силовым образом, часть людей запугав. Что касается Буча, то тут нужно сказать, что пропаганда, к сожалению, работает. То, что говорят по телевизору, оно еще работает. У них есть телеграм-каналы, армия ботов. Система налаженная достаточно, чтобы людям запудривать мозги, чтобы говорить, что этого всего не было, чтобы замалчивать. Для этого цензура и работает. закрыли новую газету «Эхо Москвы» и прочие СМИ, которые раньше они не решали закрывать и оставляли их как единственным таким пространством свободы слова. Сейчас это тотально закрыто. Доступ к информации все меньше, часть ресурсов заблокирована. Поэтому в совокупности, в совокупности с репрессиями, пропагандой, цензурирование, это, к сожалению, эта машина работает. Но вот фильм про дворец Путина у меня было ощущение, когда я видел эти цифры просмотров, сколько сейчас там, там больше 100 миллионов, там очень быстрый был рост, 50 миллионов, по-моему, в первые дни. То есть, можно сказать, что это половина страны посмотрела. Вот пытался ли ты и остальные соратники анализировать эти данные, эти цифры, сколько из них реальная поддержка команды Навального из этих миллионов? Я не знаю, сколько непосредственно из этих миллионов поддерживает Алексея Навального, но мне совершенно очевидно, что после просмотра фильма невозможно поддерживать этого безумного старика, который делает кальянные стриптиз-клубы, который, я не знаю, украшивает все золотом и купается в крови оленя молодого или что он там еще делает. Это совершенно безумие. Я уверен, что те, кто посмотрел, даже те, кто как-то поддерживал Путина, они усомнились, они задумались. Может быть, действительно, не все готовы выходить на акции протеста сразу после этого фильма, но, по крайней мере, сознание и отношение к Путину как вот святому, неприкосновенному, очень скромно живущему человеку, оно точно коренным образом поменялось именно после этого фильма. Да, но при этом, конечно, у меня было ощущение того, что после того, как фильм вышел, как прошло несколько дней и мы увидели буквально почти близкую, мы увидели просмотр близкий к одной сотне, а на улице вышли десятки тысяч по всей стране, конечно, для меня это было таким неприятным разочарованием не в том, не в авторах фильма, не в команде Навального, а в том, что только маленькая часть людей готова действительно действовать, когда перед ними раскладывают такие факты. Но это мое субъективное мнение. Поэтому мне интересно, как команда Навального на это ответила, как она проанализировала вот эту ситуацию, какие уроки сделала. Ну, это вопрос цены, которую человек готов платить за то, что его страна была свободной. Сейчас в этих условиях эта цена достаточно высокая. Все прекрасно понимают, да, может, во время дворца это еще не было, но все уже понимали, что а вот тут экстремизм, а вот их признали экстремистами, а вот может быть, сейчас меня после этого митинга признают, а там сколько людей с работы увольняло и прочее, прочее. Тут цена была уже достаточно высокая. Готов ли человек вот в этом моменте пожертвовать своей работой, статусом, своими всеми финансами и выйти на улицу? Это высокая цена и тем не менее десятки тысяч людей. Значит, на одной стороне ценности и идеи, которые расстраивает Навальный и ты, абсолютно либеральные, да, гуманистические, антивоенные, с другой стороны стабильность и спокойствие и в конечном счете Путин и большинство людей, которые посмотрели этот фильм, все равно выбирают вот эту часть. Это не стабильность и спокойствие, это жизнь все-таки. Отсутствие риска безопасности. Это не безопасность, ее все равно нет. Ну, в конечном счете это называется одним словом Путин, нет? Это, конечно, какой-то нейтралитет, но я этих людей не могу осуждать, потому что они рисковали достаточно многим в тот момент. Ну, выйти сейчас на улицу, конечно, я бы сделал много и очень бы хотел, чтобы одновременно вышел миллион человек на улицу, но люди сами принимают это решение. Ну, не зайдешь в голову каждому человеку, не убедишь, что именно сейчас нужно выйти, но даже при этом, еще раз, десятки тысяч человек это реальные герои, это говорит о том, что реальное количество сторонников, их сотни тысяч и миллионы. да, пока они не решились, да, пока никто не готов заплатить эту цену, но через какое-то время возможно осознание того, что происходит, что каждый год ты платишь все более и более высокую цену. Сейчас уже нельзя называть вещи своими именами, нельзя нигде высказываться, сейчас мы уже живем в стране, где пишут родственники друг на друга доносы, где коллеги пишут друг на друга доносы, вот вчера просто мой друг подошел и сказал, что там на его отца он работает водителем, написал донос коллеги, эта история совершенно неизвестная, никто про нее не знает, значит, сколько таких историй, про которые никто не знает. Каждый раз эта цена повышается, и я думаю, что с начала войны, этого этапа войны, мы заплатили цену, вот порядка, мы к этому могли идти еще десятилетия, мне кажется, 10-15 лет ограничения политических прав, разрушения экономики, мы просто прошли это все за 4 месяца войны, все эти этапы, значит, это говорит о том, что если бы он не начал эту войну, гипотетически, понятно, что история не любит это сослагательное наклонение, но понятно, что мы бы в этом состоянии еще могли бы прожить 20 лет, 25, никаких санкций, все постепенно, постепенно, деградирует, и всем было бы окей, сейчас мы прошли этот путь очень быстро, и сколько еще того, вот мы дошли до определенного дна, мы находились вот здесь, дошли до дна, а сколько там еще вниз, понятия не имею, сколько можно прожить в этом состоянии, 10, 15, 77 лет может быть, неизвестно сколько, я надеюсь, что гораздо быстрее все произойдет. Мы недавно брали интервью у Максима Катса, он вспоминал болотную, как такую точку, когда действительно что-то можно было поменять, и как он видит ситуацию, что лидеры протеста были неопытными и не смогли превратить общественный протест в политический, была ли какая-то такая точка позже, например, 17-й год, когда вы не докрутили, когда можно было что-то сделать иначе. Катс в этом интервью, кстати, посожалел, что поругался с Навальным и выразил желание помириться с ним. Господи, а кто должен был тогда опытный прийти? Явлинский, Михаил Михайлович Касьянов, кто бы возглавил протест, кому там не хватало опыта? Естественно, протест это часто инициатива просто молодых людей, которые просто видят ситуацию иначе, и если бы не было бы этих молодых людей, таких как Навальный, Яшин, кто там был еще в то время в протесте, я даже еще на Севере жил, еще на Болотной меня не было, поэтому многие пошли за ними, именно за этими молодыми людьми, которые не обладали опытом, но они не обладали фальшью, которая приобретается с долгими-долгими политическими годами, нахождение у власти, занятие там депутатских еще каких-то должностей, то, что появилось у Явлинского, у Касьянова. Это то, что отличает как раз политиков нового типа. Честное, откровенное, открытое, да, совершающие ошибки, да, делающие что-то не так постоянно. Во многом это отличает, это даже какой-то более общий вопрос, потому что так можно отличить даже некоторых западных политиков. мы отличаем какого-то более живого Бориса Джонсона от его предшественников, мы отличаем Зеленского от Порошенко, мы отличаем таким же образом Навального. Это политики, за которыми хочется идти, которые, их речи не вылезаны спичрайтерами, они говорят от себя, они говорят то, что думают, они говорят там правдиво, как считают. По крайней мере, у кого-то это более правдиво, у кого-то менее правдиво, но за такими политиками хочется идти. И все изменения, вот там по Грузии мы видим Саакашвили, все реальные изменения происходили именно при помощи таких политиков, политиков-реформаторов. Я ни разу не скажу, что им тогда не хватило опыта. Возможно, можно было бы пойти по какому-то другому, более радикальному пути, но он бы тогда привел в какую-то маргинальную ситуацию. Как только, много радикалов, вон Мальцева вспомните, тоже радикал, где вся эта группа сейчас, которые когда-нибудь хотели выходить, делать революцию. Потому что общество не готово к этому, оно не готово быть настолько радикальным. Это во многом не зависит не только от политиков, которые приходят, не приходят, а во многом от готовности общества. Я сейчас вспомнила вот эту фразу Путин или революция. Получается, вот то, о чем ты сейчас говоришь, что сценарии такие, либо радикальные сценарии с революцией, либо вот пока Путин. Так, я представляю ту организацию, которая в течение десяти лет пыталась зарегистрировать собственную политическую партию, которая в течение десяти лет в каждый избирательный цикл мы говорили, да, вот сейчас трудно, наши права ограничили, но мы идем и собираем подписи и пытаемся идти на выборы, пытаемся войти в легальное пространство, мы пытаемся зарегистрировать средства массовой информации, нам не дают. Двенадцать раз регистрировали партию, сколько раз участвовали в выборах, легко может каждый посчитать, и после каждого избирательного цикла мы получали уголовные дела, мы хотели войти в это легальное поле, нам не нужна никакая кровь, не нужна никакая такая радикальность, но нас не пускают, нас просто выкидывают каждый раз и в конечном итоге признают экстремистами. Иван, в чем сейчас смысл и задачи ФБК, смысл работы ФБК и задачи, которые вы перед собой ставите? У нас много направлений, направление информационное, прежде всего, мы с первых дней вот этого этапа войны запустили информационный канал «Популярная политика», запускаем еще и еще информационные ресурсы, они расширяются, становятся качественнее, и мы видим всеми доступными способами, видим цель, что нам нужно расширять это информационное пространство, особенно в условиях тотальной цензуры в России. Мы продолжаем работать на Россию, это одно направление, есть направление международного санкционного давления, список 6 тысяч, о котором мы говорили, есть отдельные проекты, которые мы тоже упоминали, это проекты по ценам, проекты другие, которые мы запускаем, которые просто в каких-то бытовых даже вещах помогают людям, помогают осознать, что происходит, и наши новости, наши информационные площадки направлены на то, чтобы донести эту простую мысль. Война должна остановиться прямо сейчас, она должна быть прекращена, мы все для этого делаем, это главная тема, которая сейчас в российской повестке, в мировой повестке, поэтому мы работаем по ней и пытаемся своими способами, которые это возможно, остановить эту войну. Но вы все-таки не медиа-компания, вы политическая организация, и какие политические цели вы ставите перед собой? Организация ФБК всегда имела цель борьбы с этим режимом, борьбу с Путином, борьбу с коррупцией, и в этом плане наши цели никак не изменились. Конечно, любая цель политической организации, это в том числе борьба за войну. Есть понимание, как эту цель сейчас достигать, когда идет война, когда невозможно работать в России, когда сложнее, вероятно, достучаться до своей аудитории? И когда большинство людей, как мы это видим, все-таки, тем не менее, не готовы бороться за мир, а готовы тихо терпеть насилие над другими, в том числе над собой. Ну, вы же рассуждаете в моменте просто, в том, что происходит прямо сейчас, но если взглянуть на более далекую перспективу, мы видим, что все, что сейчас происходит, это приводит к развалу России, к реальному гниению нашего государства. И, конечно, в этих условиях, безусловно, это не может продолжаться бесконечно долго. Мы либо в течение какого-то совершенно понятного времени придем в ситуацию Северной Кореи, либо эта ситуация в какой-то момент кардинально поменяется. Но кто мог в поздние советские годы предположить, что эта система вот-вот развалится, что этой страны вот-вот не будет существовать? Я думаю, что никто и только единицы, которые были сверхдальновидными. Я думаю, что в какой-то понятной перспективе мы придем к этой точке, что ситуация поменяется митингами, не митингами, каким-то проигрышем Путина в войне, полным падением его рейтинга, но это точно, мы точно к этой точке придем. Подожди, я хочу сразу с терминами определиться. Понятные перспективы для тебя это сколько? Десять лет. Не обидно, что вы в самом расцвете сейчас своих сил и возможностей, Алексей Навальный, и ты, и другие люди в команде, вам, может быть, лет десять еще надо ждать, чтобы что-то произошло в России, чтобы этот момент наступил, а до этого времени, что вы будете продолжать вести ютуб-канал и все. Прости, я с большим уважением отношусь к тому, что вы делаете в информационном плане, вы большие молодцы, но кажется, что ни ты, ни Навальный не совсем этого хотели. Ты участвовал в выборах в Мосгордуму, в Госдуму, Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы, пытался участвовать в выборах президента. Ну, то есть, вы хотели быть не блогерами, вы хотели быть политиками, правильно? Я думаю, что мало кто мог представить себе, что... Да я не мог представить себе, что я буду каждый день новости записывать. Это же абсурд. Я юрист, получал юридическое образование, и тут начинается война, и мне необходимо просто... Я понимаю, что я больше всего погружен в теме, мне необходимо просто сесть и записать этот новостной выпуск. У нас девочка, которая занималась логистикой, она записывает вот это расследование про дворец Путина, он вам не Димон, стал монтажером получать премию. Это жизнь. Она нас вывела на этот путь. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Каждая работа, она прекрасна. Блогер, ютубер, тиктокер, сладкая булочка, отлично, пускай оно так будет, если это помогает, если это приближает нас к достижению цели, я верю, что это приближает, что нужно что-то делать каждому из нас, то пускай оно будет так. Какой цели? Цели... Как ты ее можешь обозначить? Цель изменения России. Сделать ее нормальным, цивилизованным государством. Мы проходим очень тяжелый этап в российской государственности, которые проходили многие государства. Кто-то его прошел менее заметно, кто-то проходил фашизм. Мы сейчас проходим этап фашизма. И, конечно, я надеюсь, что наши действия помогают его пройти как можно скорее. Помогают сделать так, чтобы он не затянулся. Я надеюсь, что у нас получится. Это главная цель. Вот сейчас, если раньше можно было сказать, что мы боремся только за то, чтобы Путина отстранить, победить, победить на выборах и прочее, сейчас мы боремся с фашизмом в чистом виде. И ты при этом сказал, что страны может не быть. И страна действительно может распаться так, как случилось в 91-м году на части. То, что делает Путин сейчас, начав эту войну, конечно, одним из исходов может быть развал России. И что вы будете делать в этом случае? Безусловно, мы исходим из той ситуации, которая происходит. Бороться за власть только в Московской области и Москве? Я не знаю, это очень гипотетическая ситуация. Нет, по-моему, это довольно реально. Если ты сам сказал про 91-й год, я с тобой полностью согласен. Я совершенно не представляю, а как Россия развалится, а когда это случится, вообще случится ли, я бы из этого не исходил. Мы исходим все-таки из совершенно каких-то понятных ближних прогнозов. Мы делаем нашу антикоррупционную работу, информационную работу. И когда есть возможность призвать людей выходить, потому что это важно именно в этот момент, чтобы им потом даже перед собой не было стыдно, как после 24 февраля мы это сделали. Многие люди вышли, и я надеюсь, что еще будут выходить. Ну вот многие, сейчас прошу, потому что это как раз к твоим словам. Многие деятели культуры, многие политики, вот этот разговор, который между строк у нас с тобой был про паспорт хорошего русского, многие поэты, Дмитрий Быков и другие, в общем, они всем видом показывают, что им стыдно иметь отношение к нынешней России, что действительно очень понятно и во многом логично. Есть похожие ощущения у тебя? Стыдно ли сейчас быть российским политиком? Даже в изгнании, даже таким, который пострадал от этого режима, но не смог повлиять на ситуацию, когда это... Я не понимаю, за что я должен испытывать чувство стыда. За то, что просто я русский или имею российский паспорт только за это, так мы с 24 февраля просто с первых дней просто кричим о том, что это должно быть остановлено в каждый момент. За то, что мы мало сделали, окей, пускай кто-то выйдет, сделает больше. Но мне кажется, стыдно может быть только за свои действия. Я не могу стыдиться за другого человека. Я вижу, что люди могут ошибаться, я вижу, что люди могут совершать преступления. За конкретные преступления мне как юристу очень просто. Должно последовать там трибунал, конкретное наказание, все преступники должны быть наказаны. Сегрегировать еще раз русских вот сейчас и говорить, все они начали войну. Давайте вспомним, вот немцы начали войну. Почему? Ну мы остановились, вот сколько лет прошло, всего-то не так много десятилетий прошло. Давайте вспоминать немцам. Хорошо, давайте. Должны ли русские платить будут репарации, когда война закончится? Безусловно. Каждая семья должна будет платить. Это должно платить государство, которое, в том числе, налогоплательщики, в результате действий которых, это результат действия, что действительно вот такая власть пришла. Это результат, который мы получили, и как страна мы безусловно за это отвечаем. Если ФБК придет к власти, то вы примете такой закон, который обяжет людей платить репарации. Это вопрос, который не зависит от ФБК. Россия рано или поздно все равно придется отвечать за эту войну. Эта мысль может быть там не совсем популярная. Может сейчас все скажут, а как это так, вот российский политик говорит, что придется платить репарации. Придется. Придется отвечать за это, потому что наша страна так поступила. Она развязала агрессивную войну. Да, это не все люди, которые живут в России. Да, очень многие не поддерживают, но тем не менее, так получилось, что в нашей стране вот эта система, которая развязала агрессивную войну. Отвечает страна. Да, в том числе и налогами. Да, большим количеством десятилетиями потом тяжелой жизни. И да, если мы вдруг придем к власти в этот период, нас потом все будут клеймить, как же тяжело живется сейчас, а может быть при Путине в 2006 году жилось отлично. Это результат этой войны. Придется очень достаточно долго проходить этот этап. И именно в этом для меня была трагедия этой войны. Вот с самого первого дня, когда война идет 8 лет, но с самого первого дня этого этапа войны совершенно стало понятно, что они во многом убили мечту на очень быстрое освобождение от этого режима и очень быстрое изменение системы, которое могло бы построить совершенно другую Россию. Теперь совершенно очевидно, что быстро, одномоментно это не случится. Нам еще придется десятилетия. И может быть даже следующим поколениям только они освободятся от результата вот этой войны. Нам придется платить в том числе за Крым, в том числе за каждое преступление. каждое преступление имеет свою цену. И понятно, что когда мы идем в Европейский суд по правам человека, отвечает государство. 10 тысяч евро платится с государства. Да, это деньги каждого налогоплательщика, потому что выстроена такая система. С войной с Украиной то же самое. Я не стыжусь, что я российский политик. Более того, я даже поехал в Киев, и там я вполне не пытался стать украинцем, хоть и прожил в Одессе 7 лет. Я продолжаю оставаться российским политиком, потому что рано или поздно война закончится, она заканчивается перемирием. Огромное количество вопросов, которые необходимо будет решать. Это решать во многом украинцам, как они будут с кем-то разговаривать, не разговаривать, захотят они там построить бетонную стену огромную, или не захотят, или захотят продолжить взаимодействие. Реальность такова, что есть семьи, которые разделены до сих пор, есть Крым, вопрос которого придется как-то решать, там, огромное количество людей, которые будут продолжать себя идентифицировать как россияне. Что с ними делать, как этот вопрос решать? Еще раз, решать во многом украинцам, но решать с новыми политиками, с новой властью, которая, безусловно, будет у России. Если это будешь ты и команда Навального, что, как мне кажется, Наташ, довольно, в общем, хороший вариант для нас, для всех, если мы до этого доживем, то ты понимаешь, что долго удержаться во власти не получится, и что тебя перестанут считать сладкой булочкой. Я честно... Те, которые сейчас это пишут в ТикТоке, через 20 лет будут платить те же самые, да, через налоги своей репарации. Я честно очень. Каждый раз вспоминаю окончание книги «Гадкие лебеди», когда вот новый мальчик с девочкой идут и совершенно построилось что-то новое совершенно, какое-то новое государство, а старое, оно уходит. Вот я вижу, честно говоря, себя таким вот. Когда мы победим, вот чтобы какие-то новые студенты, новая молодежь пришла и выстраивала все это по-новому, а мы такие вот уже как старички наблюдаем за этим. Я понимаю, что это какая-то мечта больше. Спасибо, дорогой Иван, и за то, что такой откровенный разговор прямой, и я узнал очень многое и про тебя, и про, в общем, то, что ты делаешь, действительно очень здорово. Спасибо вам, что позвали, было очень приятно. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok